Откуда-то раздался растерянный возглас. Мы должны будем все операции по перемещению проделывать сами? Но как? И это же опасно. Может случиться такое, что мы не сможем вернуться? Ромада улыбнулся. Единственное, что может помешать вашему испытанию, так это выбор, сделанный в результате самостного желания. В таком случае вы просто не сможете выйти за пределы этой реальности. Но если, делая выбор, вы опирались на подсказку сердца, то остальное случится почти автоматически. Несколько ошарашенные, мы один за другим поднимались и уходили в направлении, указанном руководителем. И напряжение доверия в данном случае было очень кстати. Ну и действительно, если бы стояла задача нас уничтожить как свидетелей, то для этого можно было выбрать и более простые варианты. Салон опустел. Наше отсутствие оформилось абсолютом тишины. Мыслей о возможных проблемах не возникало. Необходимо было сосредоточиться на персонаже своего выбора. Петр Ильич, встречай посланника. Глава 43 будет следующая. Я заканчиваю формирование аудиокниги по роману «Купол». И сейчас я вышел на главу 43, третью, в которой через перемещение в Петра Ильича Чайковского исследуется гений, способный концентрировать энергию Вселенной и выплескивать ее своим творчеством на нас всех. Вдохновляя искренней первозданностью. Это программа проекта 18 измерения и цикл продолжается программ «Неизведанная планета человек». И сегодня я делюсь с вами своим впечатлением от работы над книгой, над аудиокнигой романа «Купол». Меня всегда смущало, когда те или иные библиографы пытались описать те или иные свои повествования о жизни уникальных личностей. От Леонардо да Винчи до Эйнштейна, от Ван Гога до Толстого. И меня всегда смущало, как много внимания им уделяется перипетия быта этих людей. И я видел в этом какую-то ложь. Я понимал, что этим писателям не удается приподняться над своим собственным невежеством. Ибо быт гения, наверное, как-то отражается на его творчестве, но настолько незначительно, что не может быть определяющим при рассмотрении качество гениальности и реализации этой гениальности в том или ином творческом жизненной реализации. И меня это очень смущало долгое время. И в романе «Купол» мне захотелось разрешить эту проблему в пользу необыкновенного качества людей, наделённых способностью концентрировать свет и транслировать его словом ли, музыкой ли, произведениями художественными ли. Транслировать в сердце каждого, заражая нас этим вдохновением радости жизни. И вот роман «Купол» имеет три части. И вот третья часть, она называется «Чайковский». Я выбрал этого персонажа, потому что давно очень мечтал написать о нём роман, написать о нём книгу и представить его как человека, который совершенно гениален в своём, в цивилизации своей божественной предназначенности, транслировать хаос в гармонию, хаос нашего быта в гармонию своего музыкального гения. И вот в романе, в этой третьей части, я описываю, каким образом трансформируется обычный человек в момент творчества в божественное явление. В предыдущих главах рассказывается о том, как представляется разница между человеком и Богом. Богом в данном случае, как представителем другой ступени иерархии сознания. Это не в религиозном смысле, а в энергетическом. И вот в третьей части, в главе Чайковской, я попытался представить вот эту вот трансформацию, которая происходит в человеке, когда он искренне и ответственно выходит на реализацию своего божественного творческого потенциала. Я заканчиваю, сегодня я закончу, это предпоследняя глава, я сегодня закончу начитывать аудиокнигу и приступлю, сегодня же, наверное, приступлю к редактированию. Редактирование это, когда я файлы очищаю от шума, очищаю от каких-то запинок, заминок в своем чтении и приведение всего спектра начитанных файлов в стройный ряд последовательностей глав в аудиоисполнении. Как только я закончу работу, я представлю эту аудиокнигу на всеобщее обозрение, и я думаю, что каждый, кто захочет рискнуть, определить себя в пространстве вне, вне социального примитива, ну, в какой-то степени найдет свое вдохновение. Я считаю, что это какая-то моя творческая задача, пускай какой-то дозе, дать возможность вдохновиться чудом, которым является человек. То есть, вы, я, он, она, все мы, человечество. Это небольшая реплика Владимира Симонова, автора и ведущего программ цикла «Неизведанная планета-человек». Всего хорошего, до встречи, и работа по совершенствованию никогда не заканчивается, но однажды она должна перейти на новую ступень ответственности. Сегодня я говорил об этом. Итак, продолжим. Где же моя здесь, куда делся роман? Так, вот он. Глава 43. Я очнулся полулежащим на диване с закрытыми глазами. Чуть подташнивало от непонятных вибраций, мысли неслись одна за другой. Стараясь не концентрироваться на них, утомляло само их наличие. Покойствие жаждалось всем сердцем, но опустошаться до тишины музыки не представлялось возможным. Ну, конечно, я Чайковский. Возможность существовать одновременно в нескольких измерениях потрясала. Я явно чувствовал сторонние переживания и в то же время мог проживать собственные ощущения. Ошибки не было. У меня давно был задуман роман о великом композиторе. Я перечитал письма из переписки Фон Мекс его покровительницы. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Все, 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 все. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА